Я скажу тебе, Паволь, только сначала, вот, скажи, зачем ты наказывала читеров? Я... Ты хочешь сказать, что я наказываю читеров, да? Да, ты сама мне сказала, ну, сказала, что двое наказываете читеров. Ну, во-первых, мы с Аней не наказываем. Ну, почему-то вы сказали обратное. Не наказывайте, я говорю, не наказывайте. Я ничего не говорила. Потому что она думала, что мы хот... Она подумала, что ты нам говоришь, чтобы мы захотели с тобой, ну, как бы в компании, наказывать вот этих вот читеров или как там. А вот теперь скажи настоящий пароль. В таком случае хорошо. Просто первое, что я хочу сказать, я не тот человек, кого вы ожидали увидеть. Я не убей читеров. Просто скайп подделал, чтобы казнить ликвидаторов, которые читерам скидывают разную фигню. И не дают им играть с читами. Вот. Пароль я тебе, да, скажу. Я, кстати, написал тогда пароль. Это был правильный пароль. Нет, это неправильный пароль. Я уже читала, что это неправильный. Нет, я не про 3.3. Я говорю про другой пароль. И так, что я хотел сказать. Я хотел сказать то, что пароль может уже не разблокировать твой компьютер до конца, поскольку ты его не загрузила. Ты его не загрузила, да? Нет, я это серьезно говорю. У тебя будет не работать несколько функций. То есть редактор реестра и диспетчер задач. Их тебе нужно будет разблокировать отдельно. Это специально такая штука, чтобы ты никто не перезагружал компьютер. Но баннера не будет. Но, кстати, если ты еще из автозагрузки его не уберешь, то при следующем перезагрузке у тебя повторится все то же самое. Поэтому пароль, по сути, выходом не является. Это только начало разблокировки. Я могу тебе его скинуть и помочь эту штуку убрать. Без проблем. Так, вот. Вот это настоящий пароль. Я его уже водила. Он не может не подойти. У меня он не подошел. Видать, что-то ты неправильно взяла. Видишь камеру? Моя камера. А, да-да-да-да-да. Вижу. Вижу. А, кстати, ты нажимаешь на кнопку отменить? Я нажимаю. Ну, пароль, если честно, я не вижу. Какую-то билиберду вижу. А, вот так, подожди, только чуть-чуть вбок еще. В другой блок. Еще чуть-чуть вбок. Так, икс. Не, блин, опять не вижу. Еще чуть-чуть влево. Чуть-чуть. Вот, вот так, да. Икс. Так, а, к. Все правильно, 74 уе. Так. Шесть. Два. Девять. Ага. Л, Н, Т. Ты, по-моему, И ввела или Л? Ты И ввела, а надо Л. И нажимай разблокировать. Вот и все. Теперь, теперь зайди в диск С и удали папку PCPack из Program Files. Еще раз повтори. Зайди в диск С. Зайди в, потом, да, зайди в диск С и зайди в Program Files. Она у тебя после Перфлокс. Нет, не эта Program Files, выше, простая, без 86, вот эта, да. Нет, выше, вот эта. Удали папку PCPack, видишь? А, нет, подожди, не удаляй еще, открой папку PCPack, открой. Она после MSBuild. И в диск С и пак, вон она, после MSBuild. Перетриалтек. Вот это, открой эту папку. Вот это? Да, открой. Там будет 2.bat. Он второй файл. Открой его от имени администратора и восстанови доступ к своему реестру и... От имени администратора открой, обязательно. И восстанови доступ к реестру и к диспетчеру задач. Так, все. Теперь удали эту папку со всем ее содержимым. Это все позакрывает то, что открылось, это так и должно быть. Закроет окно. И то закрой, а администратора... Сейчас, подожди, подожди. Ага. Вот эту вот папку удалить, да? Да, да, да. Верни назад на одну и удали прямо вместе с папкой. Теперь, когда удалится, зайди в автозагрузку. Знаешь, как заходить в автозагрузку? Угу. Нет. Надо нажать на пуск и вписать вот то, что я тебе сейчас в скайпе напишу. Вот так вот вписать надо туда, в пуске, и открыть ту программу. Там выбрать автозагрузку. Вот. Ага. Открывай? Открывай, да. И там выбирай автозагрузку и удаляй, я плохо вижу, если честно, только угол, но удаляй вин 30... Нет, вот автозагрузка нашли, после службы написано автозагрузка. Удаляй, удаляй. Вот, да. Вин 32 удаляй, с W начинается, и вин апдейт тоже с W. Это внизу будет. Вот, видишь, вин 32, убирай галочку отсюда. Да-да-да, вот это. Не, убирай галочку. И еще ниже на один. Спусти там на пару. Вин еще ниже. Вот, видишь, вин апдейт, убираем тоже галочку. В самом конце вот это вот, да, убирай. И нажимай применить. Теперь окей. И выход без перезагрузки. Все. Попробуй запустить диспетчер задач и реестр. Ну, в принципе, диспетчер запусти. Если он у тебя запустится, значит, все работает. Ну, вот так вот. Все, я помог разблокировать компьютер. Это была вторая часть. То есть человек, оказывается, не казнит читеров или обманул. В общем, не знаю. Ну, как бы я разблокировал компьютер, потому что нехорошо оставлять человека заблокированным. И вот. Поэтому. Не косните читеров никогда, в общем. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok